Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Сцены из жизни захолустья в четырех действиях. Действие первое. Лица. Фелицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат из отставных чиновников, старик благообразной наружности. Людмила, его дочь, немолодая девушка. Все движения ее скромные и медленные, одета очень чисто, но без претензий. Дормидонт, младший сын Шабловой, в писарях у Маргаритова. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец средних лет. Бедная, потемневшая от времени комната в доме Шабловой. На правой стороне, от зрителей, две узкие однопольные двери, ближайшая в комнату Людмилы, а следующая в комнату Шабловой. Между дверями изращатый зеркало голландской печи с топкой. В задней стене, к правому углу, дверь в комнату Маргаритова. В левом, растворенная дверь в темную переднюю, в которой видно начало лестницы, ведущей в мезонин, где помещаются сыновья Шабловой. Между дверьми старинный комод с стеклянным шкафчиком для посуды. На левой стороне два небольших окна. В простенке между ними старинное зеркало, по сторонам которого две тусклые картинки в бумажных рамках. Под зеркалом большой стол простого дерева. Мебель сборная. Стулья разного вида и величины. С правой стороны, ближе к авансцене, старое полуободранное вольтеровское кресло. Осенние сумерки, в комнате темно. Явление первое. Людмила выходит из своей комнаты, прислушивается и подходит к окну. Потом Шаблова выходит из своей комнаты. Шаблова, не видя Людмилы. Словно кто калиткой стукнул. Нет, почудилась. Уж я очень уши-то насторожила. Экая погодка. В легоньком пальте теперь. Ой-ой-ой. Где-то мой сынок любезный погуливает. Ох, детки-детки, горе матушкина. Вот Васька, уж на что гулящий кот, а и тот домой пришел. Людмила. Пришел? Разве пришел? Шаблова. Ах, Людмила Герасимовна, я вас и не вижу, стою тут да фантазирую сама промеж себя. Людмила. Вы говорите, пришел? Шаблова. Да вы кого же дожидаетесь-то? Людмила. Я никого. Я только слышала, что вы сказали, пришел. Шаблова. Это я тут свои мысли выражаю. В голове-то накипит, знаете. Погода, мол, такая, что даже мой Васька домой пришел. Сел на лежанку и так-то мурлычет, даже захлебывается. Очень ему сказать-то хочется, что, мол, я дома, не беспокойтесь. Ну, разумеется, погрелся, поел, да опять ушел. Мужское дело, дома не удержишь. Да вот зверя и тот понимает, что надо домой побывать, понаведаться, как, мол, там. А сынок мой, Николенька, другие сутки пропадает. Людмила. Как знать, какие дела у него? Шаблова. Кому ж и знать, как не мне, никаких у него делов нет, баклуша бьет. Людмила. Он адвокатством занимается. Шаблова. Да какое обвокатство! Было время, да прошло. Людмила. Он хлопочет по делам какой-то дамы. Шаблова. Да что ж, матушка, дама. Дама, даме, рознь. Ты погоди, я тебе все скажу. Учился он у меня хорошо. В наверситете курс кончил. И как на грех тут заведись эти новые суды. Записался он абвокатом. Пошли дела и пошли, и пошли. Огребай деньги лопатой. От того, от самого, что вошел он в денежный купеческий круг. Сами знаете, с волками жить, поволчивать. И начал он эту самую купеческую жизнь. Что день в трактире, а ночь в клубе, либо где. Само собою, удовольствие. Человек же он горячий. Ну, им что? У них карманы толстые. А он барствовал, да барствовал. А дела-то между рук шли, да и лень-то. А тут абвокатов развелось не с числа. Уж сколько он там не путался, а деньжонки все прожил. Знакомство растерял. И опять в прежнее бедное положение пришел. К матери, значит, от стерляжьей ухи-то на пустые щи. Привычку же он к трактирам возымел. В хорошие-то не с чем, так по плохим стал шляться. Видя я его в таком упадке, начала ему занятия находить. Хочу его свести к своей знакомой даме, а он дичится. Людмила. Робок должно быть характером. Шаблова. Полно, матушка, что за характер. Людмила. Да ведь бывают люди робкого характера. Шаблова. Да полно, какой характер. Разве у бедного человека бывает характер. Какой ты еще характер нашла? Людмила. А что же? Шаблова. У бедного человека да еще характер. Чудно право. Платья нет хорошего, вот и все. Коли у человека одежи нет, вот и робкий характер. Чем бы ему приятный разговор вести, А он должен на себя осматриваться, нет ли где изъяну. Вы возьмите хоть с нас, женщин. Отчего хорошая дама в компании развязный разговор имеет? От того, что все на ней в порядке, Одно к другому пригнато, Одно другого ни короче, ни длинней, Цвет к цвету подобран, узор под узор подогнат. Вот у ней душа и растет. А нашему брату в высокой компании беда. Лучше, кажется, сквозь землю провалиться. Там висит, тут коротко, в другом месте мешком, Везде пазухи. Как на лешего на тебя смотрят. Потому не мадамы нам шьют, А мы сами самоучкой. Не по журналам, А как пришлось на чертов клин. Сыну тоже не француз шил, А вершкохватов из-за Дорогомиловской заставы. Так он над фраком-то год думает, Ходит, ходит кругом сукната, Режет, режет его, То с той, то с другой стороны покроит, Ну и выкроет куль, а не фрак. А ведь прежде тоже, как деньги-то были, Николай фронтил, Ну иди-ка ему в таком-то безобразии. Уломала я его, наконец, Да и сама не рада. Человек он гордый, Не захотел быть хуже других, Потому у нее с утра до ночи франты И заказал хорошее платье Дорогому немцу в долг. Людмила. Молода она? Шаблова. В паре, женщина. То ты беда. Кабы старуха, так бы деньги платила. Людмила. А она что же? Шаблова. Женщина легкая, избалованная, На красоту свою надеется. Всегда кругом в нее молодежь, Привыкла, чтоб все и угождали. Другой даже за счастье сочтет услужить. Людмила. Так он даром для нее хлопочет. Шаблова. Нельзя сказать, чтоб вовсе даром. Дано-то бы, пожалуй. А я уж с нее ста полтора выханжила. Так все деньги-то, что я взяла с нее за него, Все портному и отдала. Вот тебе и барыш. Кроме того, посудите сами. Всякий раз, как к ней ехать, Извозчика берет с биржи, Держит там полдня, Чего-нибудь да стоит. А из-за чего бьется-то? Диви бы. Все ветер в голове-то. Людмила. Может быть, Она ему нравится? Шаблова. Да ведь это срам бедному-то человеку За богатой бабой ухаживать, Да еще самому тратиться. Ну, куда ему тянуться? Там такие полковники да гвардейцы бывают, Что уж именные слов не найдешь. Взглянешь на него, Да только и скажешь, Ах, боже мой! Чай смеются над нашим. Да и она-то, гляди, тоже. Потому, судите сами. Подкатит крыльцу на паре С пристяжкой, Этакий полковник, Брякнет в передние шпоры или сабли, Взглянет мимоходом через плечо в зеркало, Тряхнет головой, Да прямо к ней в гостиную. Ну, а ведь она женщина, Создание слабое, Сосуд скудельный, Скинет на него глазами-то, Ну, точно вареный и сделается. Где же тут? Людмила. Так она вот какая! Шаблова. А она только с виду, Великая дама-то, А как поглядеть поближе, Так довольно малодушно. Запутается в долгах да в амурах, Ну и шлет за мной, На картах ей гадать. Мелишь, мелишь ей, А она-то и плачет, И смеется, Как дитя малое. Людмила. Как странно. Неужели такая женщина Может нравиться? Шаблова. Да ведь Николай горд. Засела в голову, Что завоюя, мол, Ну и мучится. А может, ведь он и из жалости, Потому нельзя и не пожалеть Ее бедную. Муж у нее такой же путаник был. Мотали, да долги делали, Друг другу не сказывали, А вот муж-то умер, И пришлось расплачиваться. Да кабы с умом, Так еще можно жить, А то запутаться ей Сердешной по уши. Говорят, Стала векселя зря давать, Подписывает, Сама не знает, что. А какое состояние-то было, Кабы в руки. Да что вы в потемках-то, Людмила. Ничего так лучше. Шаблова. Ну что ж, Посумерничаем, Подождем Николая. А вот кто-то и пришел, Пойти свечку принести. Людмила у двери в переднюю. Это вы? Входит Дормидон. Явление второе. Людмила, Дормидонт, Потом Шаблова. Дормидонт. Яс. Людмила. А, я думала. Да, впрочем, я очень рада, А то скучно одной. Входит Шаблова со свечой. Шаблова. Где же ты был? Ведь я так полагала, Что ты дома. Ишь, как азя, Захвораешь, смотри. Дормидонт, грейся у печки. Я брата искал. Шаблова. Нашел? Дормидонт. Нашел. Шаблова. Где ж он? Дормидонт. Все там же. Шаблова. Другой-то день в трактире. Скажите, пожалуйста, На что это похоже? Дормидонт. На бильярде играет. Шаблова. Что ж ты его домой не вел? Дормидонт. Звал, да не идет. Поди, говорит, скажи маменьке, Что я совершеннолетний, Чтоб не беспокоилась. Домой, говорит, Когда мне вздумается, Я дорогу и без тебя найду. Провожатых мне не нужно, Я не пьяный. Уж я и плакал перед ним. Брат, говорю, Вспомни дом. Какой же ты добычник. Люди работы ищут, А ты сам от дела бегаешь. Нынче, говорю, Два лавочника приходили Прошение к мировому писать, А тебя дома нет. Этак ты всех отвадишь. Я, говорит, По грошам не люблю собирать. А вот у меня Последний рубль выпросил. Что ж, я отдал. Брат ведь. Шаблова. А зяб ты, Дормидонт. Не очень. Я все для дому, А он нет. А если когда и дров наколоть, Так что за важность? Сейчас надел халат, Пошел нарубил, Да еще мацион. Ведь верно, Людмила Герасимовна. Людмила. Вы любите брата? Дормидонт. Как же-с, Людмила. Ну так любите больше. Подает Дормидонту руку. Вы добрый, Хороший человек. Я пойду работу возьму. Уходит. Шаблова вслед Людмили. Приходите, Поскучаем вместе. Дормидонту. Ишь ты, Как перезяб, Все не согреешься. Дормидонт. Нет, маменька, Ничего. Вот только в среднем Пальца владения не было, А теперь отошло. Сейчас я Записание. Садится к столу И разбирает бумаги. Шаблова. А я карточки разложу, Пакуда. Вынимает из кармана карты. Дормидонт. Вы, Маменька, Ничего не замечаете во мне? Шаблова. Нет. А что? Грандл. Грандл. Продолжение следует...